Министр иностранных дел Ирана Министр на совместной пресс-конференции с главой МИДа Армении Араратом Мирзаяном в Ереване сделал несколько заявлений. Первое. Иранская сторона не приемлет изменения исторических границ в регионе. Это красная линия для нас. И мы предпримем все шаги, чтобы противостоять любому подобному намерению. Второе. Алиев на встрече с руководителем Ирана четко пообещал, что никаких целей по географическим и пограничным изменениям в регионе не преследует. Третье. Открытие консульства в Капане создаст более удобные и легкие условия для развития сотрудничества между двумя странами. Четвертое. Иранская сторона категорически против присутствия иностранных представителей в регионе, будь то на территории Армении или Азербайджана. И сегодня в городе Капан официально открылось Генеральное консульство Республики Иран. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС в январе-августе этого года достиг 2,8 миллиарда долларов и вырос на 74%. В частности, экспорт из Армении вырос в два раза, а импорт на 58%. Об этом заявил сегодня Пашинян на заседании Межправительственного совета ЕАЭС в расширенном составе, который проходит сейчас в Ереване. Следующее заседание Межправительственного совета ЕАЭС пройдет со 2 по 3 февраля в Алмате. Правительство Армении выделило Министерству обороны дополнительные 86 миллионов долларов на строительство военной инфраструктуры. Вчера глава Республики Арцах Араик Арутюнян дал интервью общественному телевидению Арцаха. Вот основные тезисы его интервью. Первое. Право народа Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению. Мы подчеркиваем это при любом общении и встрече. Мы даже не думаем о том, что Арцах является частью Азербайджана. Второе. Независимость сейчас пока не обсуждается. Итоги войны дались нам очень тяжело. Конечно, в плане признания де юре нам многое предстоит пройти. Побороться годы десятилетия. Третье. Возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном не имеет отношения к борьбе народа Арцаха. Четвертое. Самооборона Арцаха не может быть поставлена под сомнение. И он будет продолжать ее совершенствовать. Несмотря на то, что Армения больше не участвует в обороне Арцаха. Пятое. Конфликт уже не является вопросом между Арменией и Азербайджаном. Или Арцахом и Азербайджаном. Это региональный вопрос. Есть так называемая Шушинская декларация. И роль Турции в этой последней войне, и ее роль после войны в регионе возросла. Поэтому мы, в свою очередь, ожидаем от России более активного участия, а не только миротворческую миссию. В Баку началась истерика по поводу миссии ОБСЕ в Армении. Бакинский МИД заявил, что миссия ОБСЕ, направляемая в Армению для оценки ситуации в приграничных районах, якобы не обладает мандатом организации. Там миссию ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе оценивают как частный визит. Забавно, что Бакинский МИД пытается по любому поводу, который их вообще не касается, высказывать свое мнение. Экономика Армении вырастет на 13% ВВП в этом году благодаря большому притоку россиян, заявил председатель Центробанка Армении Мартин Галстян. «По его словам, изначальный прогноз по экономическому росту в этом году составлял 7% ВВП. Мы видим 25% рост человеческого капитала в IT-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», – добавил Галстян. «Оборот торговли между Ираном и Арменией составил около 700 миллионов долларов. Мы договорились довести эту цифру до 1 миллиарда долларов», – заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахьян в Ереване. К 2026 году объем рынка недвижимости Армении достигнет более 1 миллиарда долларов, увеличившись в среднем на 4,3%. Об этом говорится в отчете Elite Market Research под названием «Рынок недвижимости Армении в разрезе собственности и бизнеса. Глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз. 2019 и 2026 годы». Объем рынка недвижимости Армении в 2018 году оценивался 880,4 миллиона долларов. И по прогнозам, к 2026 году он достигнет 1 миллиарда 250 миллионов долларов США, увеличившись в среднем на 4,3%. Фабрика «Вернисаж истории». Сувенирная продукция исторической направленности – символика Армении. Изделия из литиевого камня и бронзы. Собственное производство и 3D-лаборатория. Онлайн-заказ на сайте vernisag-history.ru В сфере текстиля магазин ткани является крупнейшим в Арцахе, который уже много лет представляет покупателям модной и востребованной ткани. Магазин является одним из самых старых магазинов Степанакерта. Он был открыт после Первой Арцахской войны в 1999 году и прошел достаточно сложный путь, проходя через целую историю вместе с народом Арцаха. По словам директора магазина Нины Агаронян, так как магазин был открыт в послевоенный период, время было тяжелое. Магазин открылся после Первой войны в 1995 году и прошел довольно сложный путь. Так как был послевоенный период, и как это обычно бывает, после любой войны очень сложно было вернуться к обычной жизни и начать работать. Но мы все же смогли открыть этот магазин, и он стабильно работает до сих пор. Любовь к тканям у Нины появилась очень давно. Это и подтолкнуло ее взять на себя обязательства и начать управлять магазином сама. Каждый раз при виде ткани она у себя в голове уже представляет, какую одежду можно из нее сшить. Ткани в основном привозят из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и России. Магазин представляет клиенту ассортимент различных видов тканей. Синтетические, шерстяные, хлопчатобумажные, есть ткани для обоев, гипюр и так далее. Достаточно широкий выбор, чтобы удовлетворить потребности любого клиента. Авиакомпания «Ширак Авиа» с 11 декабря этого года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Ереван-Ставрополь-Ереван. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на лайнерах семейства Boeing 737. Кабинет министров Армении сокращает автопарк. Будет закуплено 200 новых машин вместо старых 600. Автопарк планируется сократить и сделать более экономным. Предпочтение будет отдано электромобилям и машинам с экономным расходом бензина или газа. «Армения оказалась в числе стран, куда россияне чаще всего отправляют деньги через сервисы международных переводов», сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ и Тинькоффбанк. ЕС предоставит грант Армении на сумму 33 миллиона евро. Десять из них будет направлено на формирование МВД, реформирование патрульной и миграционной службы. 23 миллиона – на содействие социально-экономическому восстановлению и развитию Армении в период после пандемии и войны. Содействие получат около полутора тысяч микропредприятий ИИП. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило получение суммы в виде грантов от ЕС. В Москве откроется семиэтажный торговый центр «Бухта-Юг» с армянскими товарами. Это будет семиэтажный оптово-розничный рынок площадью в 267 тысяч квадратных метров и с двумя тысячами павильонов и магазинов. На подземном этаже – рынок с овощами, фруктами и ягодами. На первом – товары мелкого опта и розница. На втором – мебель, одежда и текстиль. В городе Аскеран на стадии завершения находятся строительные работы нового здания Следственного управления Государственного следственного комитета Арцаха. Здание строит ООО «Тарма» в быстросборном варианте из легких конструкций. Оно состоит из 10 комнат, а общая площадь составляет 205 квадратных метров. Строительные работы будут завершены к концу этого года. Финансирование осуществляется за счет госбюджета. Если бы автор великолепного фильма «Вокзал для двоих» Рязанов был бы жив, то он непременно снял бы современное продолжение, сиквел «Аэропорт для двоих» про Эрдогана и Алиева. Во-первых, название очень точное. Ведь кроме их двоих никто этими аэропортами не пользуется. А во-вторых, это так романтично. После перерезания, на этот раз, слава богу, только ленточки, Эрдоган призвал загнать Армению в угол и через суд потребовать компенсацию по Карабаху. Об этом президент Турции сказал журналистам. Хочется напомнить Эрдогану, что Турция уже 500 лет как оккупировала Западную Армению. Разрушила и стерла с лица земли десятки тысяч армянских домов, церквей, сел и городов на территории, сравнимой, к примеру, с территорией Польши. Возможные репарации Армении числяются сотнями миллиардов долларов. Хочется напомнить, но мы думаем, что он и так это знает. Отсюда и неувядающая армянофобия. Вся правда об идее великого Турана и тюркском братстве в одном коротком ролике. Видео с награждения призеров чемпионата по армрестлингу. Как говорится, без комментариев и привет Эрдогану. В Ереване открылась юбилейная выставка народного художника Армении Макартыча Сетрякяна. Макартыч Сетрякян и его сыновья. В этом году исполняется 100 лет Макартычу Сетрякяну, народному артисту СССР, профессору, участнику Великой Отечественной войны. В связи с этим при поддержке Союза художников Армении и Министерства образования, культуры и спорта Армении в Союзе художников Армении организована юбилейная выставка «Макартыч Сетрякян и его сыновья». Как вы знаете, это посвященное 100-летию Макартыча Сетрякяна. И у нас была когда-то такая идея в 90-е годы. Потом его не стало, потом брата не стало, остался только я. Я решил поплатить эту идею и, по-моему, получилось у меня. На выставке представлено более 100 работ. Из них 15 из собрания Национальной галереи Армении, три из галереи города Ванадзор, а также картины из семейных и частных коллекций. В рамках выставки также представлены работы членов Союза художников Армении, потомков семьи Сетрякян, Вартана и Давида Сетрякяна. Гайне Карапетян, Эрнест Арутюнов, Гаек Медиа, город Ереван, Республика Армения. Сегодня, 21 октября, свой день рождения отмечает один из самых титулованных армянских спортсменов 21 века, борец греко-римского стиля Артур Алексанян. Поздравляем Артура и желаем спортивного долголетия!